Друзья, приветствую вас на канале. Сегодня готовлю очень вкусное и всеми любимое мороженое крем-брюле на топленом молоке. Мороженое готовится из простых и доступных продуктов. И для его приготовления понадобится простое топленое молоко, вареная сгущенка и сливки. Давайте приступим. Друзья, прежде всего необходимо вареную сгущенку разогреть. Я буду разогревать ее в микроволновке. Вы можете ее разогреть на плите, чтобы она стала более мягкая и хорошо смешивалась с топленым молоком. После того, как вареную сгущенку разогрел на криволновой печи, она стала очень мягкая и готова к работе. Очень важно разогреть ее до рабочего состояния, чтобы вареная сгущенка хорошо и однородно смешалась с топленым молоком. В порциону добавляю топленое молоко, вареную сгущенку и перемешиваю. Друзья, на все я размешал обе смеси. Теперь добавляю ванильный экстракт и еще раз перемешиваю. Друзья, ну вот, сгущенную смесь вымесил. Теперь убираю ее в холодильник и начинаю взбивать сливки. Сливки обязательно охлажденные. Тара тоже максимально охлажденная. Тара у меня прямо из морозильника. Именно эти условия гарантируют того, что сливки хорошо собьются и крем не отсечется. Друзья, ну вот, сливки взбиты. Посмотрите, они хорошо взбились. Это очень жирные сливки. Чем жирнее сливки, тем стабильнее они и лучше держат форму. В сливки вливаю всю сгущенную смолу. Перемешиваю венчиком до однородности. Друзья, на воду снова на мороженое готово. Она, вот видите, такая текучая очень. Теперь убираю ее в морозильник на пару часов. Друзья, спустя полтора-два часа после морозильника необходимо вымесить мороженую массу миксером. Это делается для того, чтобы не было кристаллизации и чтобы мороженое было вкусное. Миксером вымешиваем и обратно убираем в морозилку. Сейчас я его перемешаю. Все мороженое вымесил. Его необходимо повторить эту процедуру два раза через каждые два часа. Друзья, на все мороженое я вымесил. Я его вымешивал, получается, после замораживания три раза. И вы можете вымешивать его, в принципе, два раза. Тоже вполне хватит, если у вас хорошие жирные сливки. Но по правилам идет у нас, получается, три раза. Я его разгладил и сформирую порции. Можно черпать его обыкновенной ложкой. То есть разницы нет, как вы будете накладывать его. Друзья, мороженое готово. Вот я его перекладываю сюда. Сразу, как сформировали порцию, убираю в морозильник. В таком виде. Дополнительно украшаю крем-брюле ягодами. В классическом варианте крем-брюле обычно украшают ягодами и малиной. Но вы можете украсить любой ягодой, которая у вас имеется в холодильнике. Давайте сейчас попробую и скажу, какой по вкусу оно получилось. Очень вкусное. Оно, как и настоящее советское мороженое, быстро тает. Поэтому съедайте его, пока оно холодное. Правильно? Пока замороженное. Пока замороженное. Мои дорогие, спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии. И увидимся в следующем рецепте.